Здравствуйте, друзья! Вы на канале Пластмассовый ЮНОТ. Простыми словами о термопласт-автоматах и не только. В сегодняшнем видео мы покажем и расскажем, как правильно отцентровать сопло в термопласт-автомате. Андрей, расскажи, ну, что такое сопло, понятно? Когда его нужно отцентровать, для чего? В первую очередь сопло оцентруется при подливе материала, когда он не соосно с втулкой на самой пресс-форме. И второй случай, когда необходима центровка сопла, это если слишком большой термопласт-автомат, он приходит из двух частей, собирается, и тогда нужно эту процедуру проводить обязательно. То есть после каждой смены пресс-формы это делать не обязательно, не нужно? Для того, чтобы проверить в сооснове у нас сопло с пресс-формой, мы будем использовать обычные бумажки. Для регулировки, поднятия, опускания сопла мы будем использовать шестигранные ключи и обычный разводной ключ. Берем бумажку, вставляем ее на втулку пресс-формы. Для упора, да? Для упора, да. Закрываем пресс-форму саму. Пресс-форма закрыта. После этого подводим само сопло. Сопло ударило. Теперь мы его отводим. Достаем бумажку. Смотрим. Верхняя часть у нас пробила, нижнюю нет. Во время впрыска снизу будет подтекать материал, поэтому нам надо сопло опустить вниз. Опускать будем при помощи вот этого крепежа. Андрей, как вообще человек может понять необходимость цедровки сопла? Материал будет подливать. Ага, то есть основной показатель, что необходимо сопло цедровать, это когда материал подливается. Крутить надо по минимальным оборотам с той и с другой стороны, чтобы оно равномерно у нас опускалось. Как только сделали пол оборота, затягиваем, но не сильно. А тут болт это за высоту, да, отвечает? Это за высоту, этот фиксирует. Так же делаем с другой стороны. Теперь затягиваем. После этого проверяем повторно. Мало. Еще надо. Идеальная центровка сопла это когда полностью круг пробивается со всех сторон. Где он не пробивается, там значит металл плохо соприкасается со втулкой. Тут уже на все поднял, да, его? Сейчас да. Опустил точно. Опустил. А что надо делать тогда? Заднюю часть будем поднимать. Ты сейчас что делаешь? Откручиваю боковые регулировочные болты тоже. Потому что бывают случаи, когда они очень сильно зажаты, и сам узел висит именно на этих регулировочных винтах. Слабили. Идем к задней части. Здесь регулировка такая же, как и спереди. Только здесь мы будем сейчас поднимать. Поднимать будем тоже понемногу. Проверяем. Проверяем. Все, регулировка сопла закончена. У нас теперь ровное отверстие, получается ровный круг. Значит сопло к втулке полностью прилегает. Важно еще учитывать радиус втулки и сопла. Нужно, чтобы он совпадал. Если будет разный радиус, то из-за этого тоже может подтекать сопло. А как проверить? Радиусы мер. Существует такой инструмент. Проверить радиус внутренний и радиус внешний? Внутренний и внешний. Они должны быть одинаковые? Да. После того, как мы отрегулировали сопло, необходимо затянуть все стопорные болты на место. А вот эти болты сбоку для чего нужны? Это для регулировки вправо-влево. То есть если бы отверстие было смущено не по вертикали, а по горизонтали? Да, да, да. Тогда мы тогда бы вот этими регулировались. С вами был канал Пластмассовый Енот. И в этом выпуске мы научились правильно центровать сопло узла впрыска термопласта автомата. Если это видео было вам полезно, пожалуйста, лайкайте, подписывайтесь, пишите комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!